Пока еще утро, но попробуем поговорить о вещах чуть более техничных, процессных, нежели просто о высокой психологии. Надеюсь, все к этому готовы уже. Я технический директор компании NGNX CDN. А что у нас со слайдами? Да, со слайдами у нас проблема. Мы занимаемся доставкой контента для крупнейших медиа-компаний, для крупнейших e-commerce. И, в общем, мы на самом деле продаем три вещи. Мы продаем производительность и мы продаем предсказуемость. И кроме этого, естественно, мы умеем работать с нашими заказчиками крупными. Соответственно, для того, чтобы это все делать, нам нужно уметь делать три вещи. Уметь делать новые фичи, те, которые нужны нашим заказчикам. Уметь обеспечивать стабильность и предсказуемость. Ну и, конечно же, мы же коммерческая компания. Уметь зарабатывать деньги. Что мы себе представляем внутри? Мы относительно небольшая компания, порядка 30 человек, с очень дружно-сплочным коллективом. Поэтому у нас все процессы, все организационные моменты, они заточены на том, что мы очень ценим команду, очень ценим человека. Именно поэтому мы по возможности двигаемся в сторону гибкого agile mindset и стараемся ориентироваться в первую очередь на это. Будете моим кликером. Давайте следующий слайд. О чем я расскажу? О том, каким образом мы внедрили ОКР и почему. То есть как произошло осознание того, что нам это нужно, каким образом мы двигались к этому и что получилось в результате. О, работает. Отлично. Соответственно, как мы к этому пришли? Еще несколько лет назад, наверное, года три, мы были, можно сказать, партизанским отрядом. Мы для себя вот такое название выработали. То есть у нас все было хорошо. Дела делались. Мы делали на бедель, на стан врага. Но мы понимали, что если вдруг кому-то под танк, то очень большой вопрос, что произойдет. Нам хотелось системы. Поэтому мы начали формировать процессы, формировать документацию. И в прошествии, наверное, пары лет, у нас партизанский отряд превратился в регулярную армию. У нас были описаны процессы в разработке, в эксплуатации, в продажах. У нас появилась отличная документация. У нас стало все четко. Но мы понимали, что чего-то не хватает. И по мере того, как у нас появилась прозрачность, мы увидели новые проблемы. Они никуда не делись, но мы их только увидели. Во-первых, к сожалению, мы увидели, что эффективности нам не хватает. Процессы есть, а результат, но он нас не удовлетворяет. В чем же дело? В первую очередь мы распыляемся. Мы делаем много всего. Люди работают, стараются. Горят, душа болит. Ну вот, кляемся делать все подряд. Тянем в разные стороны. Какие-то вещи бросаем. Выход маленький. Во-вторых, нам сложно планировать условия к неопределенности. У нас и продажи, и на самом деле все технологии завязаны на очень большое количество вещей. Технически, например, мы используем стек, начиная глубоко от уровня сети, заканчивая высокими прикладными уровнями. Продавцам тоже надо все это знать. И часто для внедрения новых проектов нам не хватает каких-то компетенций. Мы не понимаем заранее, во что нам это встанет. Поэтому с планированием были тоже некоторые сложности. Каждый раз, когда надо было принимать решение, куда мы идем, мы мучились. Мы думали, да, нет, туда или туда. Что же делать? Тратили на это кучу времени. Тратили его зря. Ну и, конечно же, нам хотелось объединить нашу команду, чтобы мы бежали в одну сторону. Объединить наши усилия для того, чтобы достигать большего. Ну и не последний вопрос. Конечно, была мотивация. Для того, чтобы людям было интереснее работать. Для того, чтобы они были вовлечены в процесс. Чтобы было дело не только в деньгах, а чтобы они горели. Нужно было тоже что-то делать. И мы для себя сделали вывод. Нам нужны цели. Цели позволят нам сфокусировать наши усилия, достичь большего, повысить эффективность. Нам нужны общие цели. Для того, чтобы мы все вместе могли фокусировать усилия именно команды, объединить их и добиться большего. Надо было как-то научиться их достигать. Что на этой теме было придумано? Более полувека назад Питер Дрюкер сформулировал концепцию Management by Adjectives. Управление по целям. Посмотрели методику. Она нам не подошла по нашим предположениям. Почему мы решили, что нам не подходит? В первую очередь МБО предполагает, что достижение цели измеряется KPI. Мы в KPI нашей компании не верим. Почему не верим? Во-первых, потому что в условиях непонятных компетенций трудно сказать, что вот эта цифра хорошо, а это плохо. Потому что заранее непонятно, насколько удастся продвинуться. И во-вторых, IT-шники – это люди, которые KPI боятся. Поэтому мы решили смотреть, что же есть еще. Ага, в 83-м году Энди Груфф из Антела доформулировал МБО двумя важными принципами. Первый момент – это то, что цели должны формулироваться и спускаться не сверху, а формулироваться теми, кто их будет достигать. Это приводит к формированию так называемого социального контракта. То есть люди, когда они сами цели формулируют, они как бы на них подписываются. И второй важный момент – это он сказал, что цели должны быть stretched, stretched goals. То есть, значит, что цели должны быть очень амбициозны. Нам нужно пытаться достичь большего, чем мы на самом деле можем. Тогда мы будем постоянно к этому стремиться. Мы добьемся большего, нежели если поставим фиксированную точку, которую мы спокойно достигнем и остановимся. Итого, мы решили. Интересно выглядит. Objective, Interesults. Давайте вспомним, что это такое детальнее. Коллеги, поднимите, пожалуйста, руки тех, кто знаком с ОКРами. Окей, тогда кратко пробегусь по тому, что это такое. Предполагается, что каждое подразделение, которое участвует в работе программы, формулирует несколько целей. Что такое цель? Это описание того, чего мы хотим добиться. Это качественное описание, без цифр, но эта формулировка должна быть вдохновляющая. То есть, что-то такое, что нас зажжет. Она должна быть амбициозна. Да, нам должно быть немножко некомфортно. Мы должны приложить усилия, что-то добиться. Но при этом достижимо. То есть, если мы поставим какие-то нереальные цели, мы их, конечно же, не сделаем, демотивируемся. В общем, ничего хорошего не получится. Эти цели должна определить команда. Потому что это единственный способ сделать, чтобы они сами почувствовали обязательства. Не навязать сверху. И, конечно же, эта цель должна представлять цель для бизнеса. Потому что, ну, понятно, если формулируется на верхнем уровне цель, конечно же, она представляет цель для бизнеса. А вот на уровне отдела вопрос. И каждая цель описывается несколькими ключевыми результатами. Ключевой результат – это то, каким образом мы поймем, достигли ли мы цели и насколько. Это уже количественный показатель. Он должен быть смарт. Соответствует цели. Должен быть измерим. Должен быть достижим на периоде планирования. Также должен быть амбициозен. И также должен составляться, естественно, теми, кто формулирует цель. Каким образом оценивается выполнение ключевых результатов? Предполагается по методике, что оцениваются они по шкале от нуля до единицы. При этом, если мы добились единицы, значит, мы перезаложились. Недостаточно амбициозную цель взяли. Могли достичь большего. 0,6, 0,7 – нормально. Если сделали меньше, это не значит, что мы плохо поработали. Это повод задуматься, а почему у нас получились такие цифры. В следующий раз исправить эти ошибки. И важный момент – это синхронизация целей. То есть цели формулируются на верхнем уровне, дальше они опускаются вниз, и на следующем уровне этот уровень формулирует свои цели. Причем он формулирует цели, которые преимущественно должны быть направлены к достижению цели уровня выше, но может добавить что-то свое. Важное для конкретного подразделения. Но важны условия, что, во-первых, этих своих целей должно быть все-таки не так много. То есть какую-то часть времени можно делить себе, но не все. И, б, они должны быть все равно направлены на пользу бизнеса. То есть если сотрудник хочет изучить английский язык, и при этом этой компании важно, хотя она не стоит в целях, он может поставить себе это ОКР. Если же этой компании совершенно не нужно, ну, как бы не годится. И дальше сформулированные результаты согласовываются. Для того, чтобы, ну, мало ли что, да. Важный поинт. Еще раз. ОКР — это ни кнут и ни пряник. По ним нельзя оценивать, как по KPI. Нельзя оценивать производительность людей, нельзя оценивать зарплаты. Как только вы пытаетесь это сделать, все. Ключевые результаты превращаются в KPI, только достижением правильным становится не единичка, а 0,7. Все. Этого нельзя допускать. Скатниться к МБО. Это то, что нам помогает двигаться вперед. Спасибо. Спасибо большое. То, что нам помогает двигаться вперед. Это то, что составляет самостоятельно, добровольно. Опять же, будет принудиловка, не будет социального контракта. И это все публично. То есть у нас все ОКРы, начиная с верхнего уровня и заканчивая ОКРами отделов. Почему мы делаем персональные, я расскажу потом. Публичные, открытые. То есть это методика, которая позволяет нам сфокусироваться, сфокусировать все усилия на наших инвестиционных целях. Посмотрели мы на это. Интересная штука. Давайте попробуем. На какие вопросы мы стали отвечать до того, как нырнули в омут с головой? Вам очень рекомендую тоже задать себе эти вопросы, если решитесь. Во-первых, что же мы делаем? Нужно было изучить методику, понять, что она дает, какие плюсы, какие минусы. И почему делается именно так? Иначе рискуете получить карго-культ. В какой-то степени все равно в чем-то получите, потому что на 100% трудно понять. Но по возможности избежать его. Дальше. Зачем мы это делаем? Мы для себя дали ответ, что мы это делаем, потому что мы хотим получить общие цели, сфокусироваться на них. Таким образом повысить эффективность. Ну, наверное, это был хороший ответ. Потому что вариант, что мы хотим быть как Google, но это ни о чем. Или мы хотим стать лучше, это еще больше ни о чем. Далее. Это нельзя было бы сделать без поддержки высшего руководства. В нашем случае в качестве спонсора в топах оказался я, технический директор. Коллеги меня поддержали. Поэтому у нас все получилось. В случае, если бы поддержки сверху не было, эта методика, независимо от того, что происходит наверху другую компанию, они реализовывали бы в каком-то отдельном отделе, ну, наверное, ничего бы не получилось. Потому что были бы другие методики планирования, которые вошли бы в конфликт с УКР. Дальше. Где внедряем? Где вообще можно внедрить УКР? В одном отделе, как выяснили, уже нет. Нельзя. Можно попробовать сделать пилот в отдельном подразделении. Но тут вопрос, насколько это хорошая идея, потому что если он будет не очень успешным, например, маленькие цифрыки получатся, можно демотивировать всю команду, всю компанию. Можно не поверить в это и все. Поэтому варианты это начинать сверху, либо делать это на уровне компании, либо опускать дальше до уровня департаментов, отделов, может быть, до конкретных людей. Мы для себя приняли решение, что мы сделаем на уровне компаний и дальше на уровне отделов. Уровень департаментов мы пропустили по следующим соображениям. Ага, департамент что-то свое добавит, отдел еще что-то свое добавит. Итого цели компании будут достигаться только на четверть. Давайте попробуем этого избежать сразу от дела. У нас немного, нормально получится. Это было ошибкой. Почему, потом расскажу. Как это сделать? До персональных мы пока не дошли. Вполне возможно, что это будет следующим этапом. Мы пока четвертый квартал живем по КР. Поэтому пока мы сделали на уровне компании, департаментов и отделов. На самом деле, для того, чтобы люди делали что-то персональное, они должны этого не бояться, они должны поверить. Поэтому они должны увидеть, как это работает на уровне компании. И потом, может быть, уже будут персональными. Тем более, что это добровольно. Соответственно, как это сделать? Нужно, во-первых, понимать, какими шагами мы к этому пойдем. Нужен некий план. Нужно понять, какими инструментами мы будем пользоваться. Мы, например, решили не разводить никакую автоматизацию, по крайней мере, на первых этапах. Обошлись конфлиенсом. Все писали в конфлиенсе. Доступно в каждом сотруднике компании. И, конечно же, понять, каким образом мы это продадим коллегам. Потому что это будет работать только если в это поверят. Все здорово. Надо пробовать. Изначально план был такой. Мы готовим ОКР-компании, формулируем их директорским составом. И далее все это показываем коллегам на Синкапе. Мы их убеждаем, рассказываем. Они в это верят. И дальше все получается хорошо. Дальше формулируется ОКР-отделов. Согласуем, публикуем профит. Должно быть все здорово. С Синкапом мы сделали все правильно. Мы решили, что для того, чтобы получить общий контекст, чтобы люди поверили, нам нужно народ собрать, вывести, чтобы народ уже не находился в такой офисной обстановке, чтобы всем было хорошо, народ расслабился. У них был позитивный настрой. Поэтому организовали выездной Синкап. И прежде чем там проводить презентацию ОКР непосредственно, руководители подразделения сделали самопрезентацию отделов. Очень правильный шаг оказался. Потому что, как выяснилось, то, как люди видят свою работу, очень сильно отличается от того, как их работу видят коллеги. В том числе как соседние отделы, как руководство. Вот в правом верхнем углу это картинка с презентацией руководителя эксплуатации. Вот примерно так вот эксплуатация видит сервисную компанию. Довольно занятно. Соответственно, после самопрезентации отделов мы рассказали о том, что такое ОКР. Еще раз делали акцент на то, что это Not a Performance Evaluation Weapon. Напомню, люди боятся. Люди боятся всего нового. Нужно очень аккуратно. А в это люди должны поверить. Рассказали, убедили и решили сразу попробовать. То есть, прямо не отходя от кассы, сели и потратили где-то час времени на то, чтобы отделы составили свои ОКР. Получилось криво, косо. Потом в течение недели мы, конечно, все это утрясали. Но, по крайней мере, люди более-менее поняли, что это такое. А теперь я буду рассказывать уже о примерах ОКР, которые у нас получились. И в отличие от Сергея, который рассказывал, как у него получается хорошо, и как у него не получается плохо. Я, наоборот, не буду рассказывать о том, как хорошо, потому что вы это и так сможете почитать в интернете. Куча примеров. Я расскажу о том, как не надо делать. В первую очередь по целям. Была у нас цель повысить рентабельность. Цель размытая. Непонятно конкретно, как, что, и так далее. Слишком общее. Мы постоянно повышаем рентабельность. Постоянно что для этого делаем? Если мы можем как-то сконцентрироваться, например, мы хотим повысить рентабельность в случае X. Это уже лучше получается. Но в целом с целями обычно проблем нет. Они могут получить менее амбициозные. Но так это что-то качественное, но нет проблем с формулировкой. Проблемы обычно с киарами. Был такой киар, выполнить план по доходам. Ну и что? Он амбициозен. Мы и так постоянно стараемся это делать. Это текущая деятельность. Плохая идея. Хорошим вариантом было бы, например, увеличить выручку по корпоративным клиентам на 30%. Измеримые, амбициозные, вполне понятные. Не надо текучку вставить в ОКР. ОКР амбициозные. Это достижение. Иначе сведется к простому планированию. Снизить операционный расход на столько-то процентов. Ну, на первый взгляд кажется нормально. Но мы же росли. Мы росли и растем. Можно было снизить удельные операционные расходы на эти же 30%. Но в целом для того, чтобы расти, мы должны наращивать оборудование, брать людей. Ну, как бы невозможно было. То есть из-за того, что мы не деформулировали нормальный киар, мы спешили, получилось плохо. Получить показатели такие-то в системе отчетности. Выглядит нормально. Да, один получили 0,3, два, 0,7. Все единичка, все хорошо. Но только у нас не было пока этой системы отчетности. Мы были заблокированы внешним подрядчиком, который должен был это делать. И он ее не сделал. Поэтому с этими киарами у нас ничего не получилось. Как было бы правильно поступить? Вот я написал два примера, которые были бы неблокируемые, с которыми у нас получилось было гораздо лучше. По крайней мере, мы продвинулись бы. А так, в общем, ну что-то поделали, но результат спорный. Дальше. Недекомпозируемые ключевые результаты. Очень большая проблема. Был у нас результат запустить три новых сервиса. Да, написали. Хорошо. На уровне компании. А потом стали планировать на уровне отделов. А что надо делать-то? Ну, отдел может что-то сделать для того, чтобы запустить конкретный сервис. А тут, а что запускать-то? Ну, в процессе уже работы в квартале как-то выкрутились. Но, в общем, результат плохой. Если бы перечислили конкретно, было бы гораздо лучше. Далее. Улучшить три существующих сервиса. В этом киаре, кроме предыдущей ошибки, есть еще одна. Улучшить. Что такое улучшить? Если понятие запустить сервис у нас четко описано, мы знаем, что есть запустить сервис. То что такое улучшить? Это неизмеримая вещь. Киара должен быть measurable. Нельзя так делать. Продать M-единиц нового сервиса. Внутренняя блокировка. Во-первых, у нас был другой киар. Запустить три новых сервиса. Мы хотели продать хоть что-нибудь из него. У нас этот киар был заблокирован тем. Тот мы не понимали, как сделаем. Соответственно, этого не сделали. А насколько правильно было бы сформулировать его следующим образом? Продать M-единиц нового сервиса. Тоже не очень хорошая идея, на самом деле. Потому что в случае, если бы у нас был предыдущий киар сформулирован со списком сервисов, то вот этот киар, он следовал бы частично из того. То есть для того, чтобы продать новый сервис X, нам нужно его сделать сначала. И писать сделать сервис уже не имеет смысла, если есть киар продать его. Надо об этом понимать. То есть очень аккуратно над сформулировками. Конечно же, мы совершили кучу ошибок с стартовой оценкой. Где-то мы замахнулись на то, что мы не могли сделать. Например, связаться с 90% клиентской базы, например, обсеевал. У нас, к сожалению, такая клиентская база, что они там деньги-то платят нормально. Если у них что-то случается, сразу прибегают. Слава богу, это очень редко происходит. Но дозвониться до нужного человека бывает очень сложно. Поэтому 90% это просто Unreal, казалось бы. Увеличить количество платных сервисов у N клиентов. Но тут мы, наоборот, сделали слишком маленький. Добились легко. Почему? Потому что мы не знали, какую метрику правильно поставить. Вот если бы могли ее оценить предварительно, то все было бы гораздо точнее. Ну, а вот это вот пример того, как мы просто не могли оценить то, насколько мы продлились по QR-у. Снизить стоимость привлечения через платные каналы. Привлечь N новых клиентов через бесплатные каналы. У нас цикл продаж от месяца. Поэтому, в общем, да, ну, наверное, мы чего-то добились. Но чего неизвестно. Мы об этом узнаем только через несколько месяцев. Поэтому, в общем, такой QR смысла большого не имел. Очень показательным был QR, который у нас написала техническая поддержка. Написать 20 статей в раздел факт. Ну, 20 статей. Выглядит амбициозно. Да, там будет хороший факт. Здорово. А потом стали писать этот факт. Написали 3 статьи или 5, не помню. И поняли, что больше не нужно. В общем, вопросы покрыли. И всасываться с пальца и раздувать факт просто не имеет смысла. Ну, больше мы таких ошибок стараемся не совершать. Также мы ряд QR-ов написали просто ради того, чтобы они были. Потому что, ну да, надо было сделать, вложиться. А что бы добавить еще к этому объективу? Какой бы результат? А давайте добавим и такой. Насколько он нужен, не нужен. Ну, в общем, добавили много лишнего. Лучше так не делать. Были нерепрезентативные ключи в результаты. Мы написали. Снизить среднее время ожидания заказчиков в два раза. А вот насколько вообще мы можем у репрезентативно померить эту метр? Куда формально цифру получить можем. Но у нас клиенты крупные. Обращения в основном сложные. Поэтому сказать, что вот здесь мы хорошо работали, а здесь плохо, потому что здесь у нас время возросло. Это неправильно. Ну, просто такая специфика. Поэтому, ну, наверное, вот снизить среднее время первой реакции в два раза можно было написать. Ну, тут, честно говоря, оно и так несколько минут, поэтому особо делать нечего. Итого, по результатам первого квартала. Получили следующую картину. Цифры плохие. Сделали мало. Плохо. Конечно, мы расстроились. Поняли, что мы недооценили силы. Мы замахнулись на то, на то, на то. Да амбициозно. Амбициозно. Мы только сделали все это, не могли переварить. Написали тоже много всего. Потому что, конечно, хотелось. То, 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 то. Недостаточно сфокусировались. Тоже беда. С синхронизацией между подразделениями тоже получилось не очень. Во-первых, когда мы формулировали ОКР-отделов, мы рассуждали следующим образом. Мы можем сделать вот это, вот это, вот это. Это было бы здорово. Вот это поможет тому ОКР-компании. Это тому, это тому. А это мы еще себе хотим. Здорово. Ну, а в итоге получилось, что часть ОКР-компании остались непокрыты. Поэтому теперь мы подходим к формулировке отделов, ОКР-отделов следующим образом. Идем по ОКР-уровня выше и отвечаем на вопрос, что мы можем сделать для того, чтобы помочь предыдущему уровню добиться вот этих вот результатов. и после этого уже добавляем что-то свое. И, конечно же, нужно синхронизировать свои планы со смешными отделами, потому что иначе получается, что ты просто не можешь что-то сделать, потому что коллеги все это запланировали там непонятно когда, либо вообще не запланировали. Важный момент. Нам обязательно нужен план. ОКР-это хорошо, да, но они должны стать планом. Потому что если мы их напишем, а потом вспомним о них, ну, наверное, ничего не получится. Вот в первый раз у нас, к сожалению, так и получилось. ОКР-ы были отдельно, план был, ну, похожий на них, но отдельно. Получилась беда. Нужно не забывать, конечно, периодически смотреть на ОКР-ы, обсуждать, обсуждать с коллегами, открыто всю эту информацию, жить о том, как мы движемся, что происходит. И тогда все будет гораздо лучше. Даже если будут какие-то проблемы, их можно будет исправить. И важный момент. Мы поняли, что ОКР-департаментов нам были нужны. Потому что бывают задачи, которые важны на уровне департаментов, цели, которые при этом выполняются разными отделами, но находятся в зоне интереса, ответственности конкретного отдела. Например, если эта цель связана с стабильностью, то она находится в зоне ответственности эксплуатации формально. Но для того, чтобы этого добиться, нужно, чтобы разработка что-то сделала. На уровне компании такого не было. Там гораздо более большие амбициозные цели. А получилось, что разработке, в общем, нет резона делать эту задачу. У них есть вот ОКР-ы, работа на ОКР-компании, а то, что нужно эксплуатации, это им остается за бортом. Поэтому вот ОКР-департаменты позволяют какие-то проблемы решать. Теперь мы их пишем. ОК. Учили проблемы, пошли по новым граблям. Вот такой пример. ОКР-отдела продаж. Такой серьезный проработан и так далее. Но что мы здесь видим? Мы здесь видим задачи. Мы не видим результаты. Причем очень много задач. Мы сделали большую часть. Мы, может быть, даже все сделали. Не помню точно уже сейчас. Но факт то, что да, мы это все сделали, но чего мы добились-то? Оптимизировали процесс продаж? Нет, как это померить? Непонятно. Нарвались на ситуацию с формулировками. Вот после такого Киара ко мне, наверное, каждый сотрудник подошел и спросил, а что это такое? Что такое АСПП? Кто такие ЦВКС? И как его запускать? Куда вообще? Обязательно нужно понимание. АСПП – автоматизированная система преобразования потоков для центров взаимодействия компьютерных сетей. Можно было сформулировать по-другому. Реализовать такой-то этап, такого-то проекта было четко понятно, потому что там описано, как что надо делать. Было бы меньше вопросов. Результатом второго квартала ситуация получилась обратная. Сделали много. Формально много. Тоже не здорово. Почему так получилось? Ну, во-первых, мы здорово напугались в Q1. Мы там много чего не учли, много чего не запланировали. И если тогда был недолет, получился перелет. Соответственно, много текущей попало в УКР. Мы перезаложились. В итоге цифры есть? Результат не очень. К вопросу текущей УКР вообще. Напомню еще раз. УКР – это достижение. Поэтому текущей набыки не должно, но нужно не забывать о том, что есть текучка, когда планируем свои достижения. Если у нас есть какие-то крупные пожары, какие-то проблемы серьезные, которые хочется решить, их можно добавить в УКР, если это достижение, но это не должно становиться практикой. То есть проблему нужно полномерно решать, устранять, и мы должны добиваться большего. Вообще формулировки УКР, возможно, должны быть позитивной. Мы должны стремиться к светлому будущему. Также коллеги злоупотребили перекосы приоритетов. УКР не предполагают приоритизации объективов и ключевых результатов. Соответственно, написано было много всего, но коллеги постарались сделать те результаты, которые были им интересны. Результат понятен. Но формально сделали, формально хорошие цифры. И мы упустили некоторые возможности ради исключения блокировок. Какие-то вещи можно было сделать за квартал. Сначала один отдел, потом другой бы сделал бы. Если бы все это хорошо запланировали бы, соответственно, просто один отдел, тот, который первый, он сделал бы это сначала, потом коллеги подхватили, все сделали бы. Побоялись блокировок, не добавили. И, соответственно, достижение цели растянулось на два квартала. Ну, все. Вроде все проблемы ушли. Вот теперь точно все будет замечательно. Но, во-первых, у нас появились новые вопросы. Третий квартал. Живем по УКР. Что же делать? У нас, во-первых, появились те УКР, которые хочется перенести. Дальше из цикла в цикл. Нужно переносить их или нет? На самом деле, в каких случаях может потребоваться перенос УКР? Когда может вообще такое желание возникнуть? Первое. Если это то, что мы делаем постоянно, ну, наверное, это текучка, наверное, это процессная деятельность, она не должна подать УКР. Во-вторых, если мы не добились какой-то большой цели, и мы хотим все это добиться. Во-вторых, если это что-то большое, серьезное, важное, мы можем это перенести в следующий УКР, но только нужно понимать, почему мы ее тогда не добились. У нас не хватило ресурсов, какие-то блокировки были. То есть мы должны что-то изменить для того, чтобы в этот раз-таки эта цель добиться. Но если там осталось сделать чуть-чуть, наверное, это уже не амбициозная цель, и УКРов она не заслуживает. Второй вопрос был, а не пора ли нам сделать годовые УКРы? Вот Google делает. Наверное, хорошая штука. Там долгосрочное планирование, все здорово. Давайте попробуем. Сформулировали мы годовые УКРы. Во-первых, мы поняли, что то, что там есть, оно, в общем, от стратегии особо не отличается. Потому что год уже период для стратегии, для стратегического планирования. Во-вторых, при формулировании УКРов дальше все стало гораздо сложнее. Для того, чтобы сформулировать УКР на квартал-отдел, нужно посмотреть на УКР, на квартал-компании, на УКР года-отдела, на текущие какие-то потребности и на новые вещи, все это каким-то образом скрестить, что-то нарисовать, чтобы потом еще мы все этого достигли. Довольно сложно получается. Не знаю, сейчас мы пока живем по годовому УКРу, в том числе, будем мы в следующий раз жить с ним либо оставим это на уровне стратегии. Жизнь покажет. Ну а пока мы старались сделать все хорошо, качественно, здорово, учесть все ошибки, мы поняли, что уже второй месяц квартал идет. В погоне совершенствования не нужно забывать о том, что ложка хороша к обеду. И все-таки постараться не затягивать. Обычно у нас получалось где-то в течение недели все трясти. Но вот когда пытались сделать хорошо, получилось не очень. Желательно об этом не забывать. При этом результаты получились более-менее ничего, потому что мы представляли уже, что мы будем делать и работали над этими задачами. Но формально плохо, когда у нас план появляется к средине квартала. Столкнулись с новым челленджем. В середине квартала у нас нарисовался проект, который был очень-очень интересен и важен бизнесу, которого не было в УКРах, который очень здорово было бы сделать. Что же делать? Менять УКР или не менять? Мы нашли для себя следующий выход. Понятно, что подстраиваться в ситуацию нужно. Грех упускать хорошие возможности. Но если мы изменим УКР, то как же оценивать первоначальные? Как же понять, хорошо мы поработали или нет? Мы УКР оставили прежними, дописали к ним комментарии, что мы вот это, вот это, вот это делать не будем, потому что у нас появилась новая цель. Но изменили свои планы. Причем вот эти изменения мы выполняли в том же составе, в котором планировали УКРы. В данном случае это был продуктовый комитет, на котором принимали решение о том, пока этим продуктом мы движемся. И директор состав, то есть это были УКРы компании. И мы зафиксировали, что и почему мы изменили. Для того, чтобы потом на ретроспективе понять, что и как мы сделали. В общем, чтобы мы не были неправы, потому что какие-то УКРы не сделали. Мы сделали еще более важные и нужные вещи. По результатам третьего квартала мы обнаружили приинтереснейшую вещь. Вроде никаких больших граблей новых не собрали. Но хотелось бы лучше, чем получилось. Почему? Мы не первый раз, вот третий квартал, прошлись по ряду старых граблей на самом деле. Вот то, что во втором не перечислили, в третьем, это не значит, что их не было. На самом деле мы ходили по одним и тем же граблям. Мы стараемся все, конечно, учесть, но, конечно, не всегда получается. Что я могу сказать по результатам нашего опыта? Сейчас мы живем в четвертом квартале. В целом мы довольны тем, что получилось. У нас появился результат. Стало все гораздо лучше. Но, может быть, даже не это главное. Главное то, что все произошло, как в хорошем кино, по законам жанра. Был герой, мы. Перед нами стоял некий челлендж, некая цель. Мы хотели решить свои проблемы. Мы пошли по этому пути. Столкнулись с проблемами. У нас, в отличие от фильма, не было антигероя или каких-то природных катаклизмов, но были свои проблемы, некоторые из которых я описал. Мы с ними справились, преодолели их, и в результате мы стали другими. Мы изменились. У нас изменилось понимание того, что нам нужно, как нам дальше работать. Поэтому в любом случае мы стали лучше. Это, в общем, для нас, наверное, большее достижение, нежели выполнение конкретных результатов. Ну, а все это напоминает, конечно же, классический дейминговский PDC, о котором написано кучу книжек, о котором можно почитать и у дейминга, и очень рекомендую. Да, у Toyota тоже хороший лейтер книжка. Всем известный Kaizen. Это все вот об этом. В общем, надо не останавливаться. Тогда все будет хорошо. А что я вам могу порекомендовать? Поймите, есть ли у вас подобные проблемы, нужно ли оно вам, что это такое. И если кажется, что выглядит интересно, пробуйте, проведите эксперимент. А как вы привязали это к бонусам? Мотивационным? Сейчас расскажу. Сейчас отвечу на вопрос. Еще пару слайдов о том, что можно почитать. Для тех, кто мало знаком с темой или не знаком, есть очень хорошее видео от Рика Клоу из Google Ventures. How Google Set Goals. Видео часа на полтора. На английском, правда. Там прямо подробно с примерчиками рассказывают, что такое ОКР. Для первого понимания здорово. Для того, чтобы понять, стоит туда нырять или нет. И вот есть еще пару книжек. Если бы я их прочитал год назад, мы бы часть этих ошибок избежали. К сожалению, вот левая точно вышла в 16-м году, еще не была правая, не помню. В левой книжке прямо очень хорошо расписана теория в деталях. А правая изложена в форме такого повествования, как двое ребят открывали чайный стартап. Если читали дедлайн, то, в общем, что-то похожее. То есть легко читается, хорошая книжка. Так что пробуйте, не бойтесь. Все будет хорошо. Дмитрий, вопрос такой. Вот вы там говорили, что своим умом доходили до этого всего и не привлекали стороннюю организацию или коучера какого-то. А вот через год вы считаете, что лучше самому все-таки это шишки набивать? Или, может, лучше коучера было бы и сэкономили бы год? Вопрос интересный, так как коучера мы не пытались привлечь. Первоначально мы не пытались сделать, потому что мы довольно маленькая компания. И у нас есть, например, свои специфики. Мы решили попробовать сами. Трудно сказать, была это ошибка или нет. Но в целом я считаю, что мы с этой задачей решили. То есть, может быть, мы бы, да, сэкономили квартал. Вы с сотрудниками показали эти киары, как вы их потом бонусировали? Это вопрос о привязке бонусов к выполнению киаров. Нет, никакой привязки нет. Это осознанно было сделано. Потому что только в тот момент, когда мотивация привязывается к киарам, киары становятся TPI с значением 0,7, о чем я говорил. Просто вот сразу. Дмитрий, спасибо за доклад. Два вопроса коротких. Первый. Как связаны у киары с бюджетом? И связаны ли они как-то? Или у вас существует две реальности? Одно – это доходы, расходы. Другое – это о киар. И второй вопрос. Насколько вся система недостижения целей демотивировала де-факто сотрудников? Если 60% выполняешь, кажется, как-то не дошел. Вот это было ли у вас в практике? Спасибо. Значит, с точки зрения бюджета, безусловно, мы закладывали в бюджет те вещи, которые нам нужны будут для выполнения киаров. Естественно, оно не на 100% было отражено, особенно с учетом того, что мы какие-то изменения вносили в план и так далее. Но, естественно, мы старались максимально держать соответствие одно с другим. С точки зрения демотивации, ну, такая проблема есть, но конкретно у нас она несущественная. Был такой интересный кейс, когда нарисовали только годовые УКР и попробовали. Руководитель эксплуатации пришел к генеральному директору и спрашивает, а мы правда собираемся это выполнить? Такой, ну да, а если у нас не получится, и мы демотивируемся? То есть народ относится немножко с юмором к этому. Они не боятся, потому что они знают, что их бить за это никто не будет. Поэтому тут скорее вопрос, может быть, из того, как добиться еще большей мотивации скорее. Пытаемся решать. Идем, совершенствуемся. Ну, это, в общем, что по УКРам, что по планам. Потому что в любом случае у нас есть планы, которые вытекают из УКР, что мы собираемся сделать. Да, просто, ну, да, в каком-то случае чего-то не добиваемся, в каком-то случае добиваемся. По-разному получается. Дмитрий. Спасибо за доклад. Не совсем усвоил по итогам вот нескольких кварталов, сколько времени у вас стало уходить на, собственно, постановку, да, разработку УКРов. Самое главное на проверку и такой вопрос в вопросе. Все-таки при невыполнении УКРов что? Ну, не справились, ну, все, расходимся по домам, попробуем еще раз. То есть где вот этот вот разбор полетов-то происходит и как? Расскажу, как у нас это происходит. У нас есть еще время, да? Когда квартал подходит к концу, остается где-то неделя, отделы, дальше, собственно говоря, департамент, департамент в виде руководителя отделов, компания по очереди. Мы садимся и смотрим, что же мы добили, что у нас получилось, подбиваем итоги предварительно, для того, чтобы понять, ага, у нас здесь получается так, здесь так, здесь так, здесь добились этого, какие-то ошибки. Примерно в течение недели мы подбиваем, когда у нас уже есть более-менее какие-то понятные результаты, не финальные, мы начинаем формировать следующие УКРы. Сверху они пока публично, прямо вот как выбитые камни не анонсируются, но тем не менее формируются приблизительно УКРы на следующий квартал. Эта информация, она доносит, опять же, на уровне обсуждения до уровня ниже, опять же, собираются пожелания таким образом, ожидания, оценки по ресурсам. И вот в результате вот этого взаимодействия, которое у нас в компании, потому что мы не очень большие, порядка 300 человек, это возможность сделать довольно-таки просто. Формируются поправки и в итоге, по истечению этой недели у нас оказывается, а, полностью подбитые КРы, начиная с уровня компании до уровня отделов, и, б, у нас есть сформулированные УКРы компании. Соответственно, вот эта неделя прошла, мы организуем встречу, на которой отчитываемся за то, что у нас получилось, рассказываем, делимся проблемами, анонсируем, чего же мы хотим добиться в следующем квартале на уровне компании, и таким образом запускаем процесс формирования следующих КРов уровня ниже. Еще где-то в течение недели мы их утрясаем, и, соответственно, еще через неделю получается у нас есть результаты. Итого, у нас подбивка недели в конце квартала, которая завершается к концу квартала, и где-то неделя формирования. И все же с теми УКР, которые не удалось выполнить, особенно если они переносятся и повторяются это выполнение. Как с ними? Бывают? Бывают такие? Пытаемся и не выходим. Конечно же, такие ситуации были. Не всегда все удается выполнить. Сразу еще раз скажу, что это не вопрос мотивации, никто никого не бьет, но мы садимся и смотрим, что мы сделали не так, почему у нас это не получилось, что нужно сделать, чтобы в следующий раз это получилось. Да, не всегда все идеально получается, но, по крайней мере, когда мы создаем эти вопросы, отвечаем на них и стараемся это учесть, причем в ответе на вопросы участвуют те люди, у которых это не получилось. Оно как-то очень здорово мотивирует, помогает вообще двигаться вперед. То есть, именно привязки к мотивации нет. Это именно суть данной методики, просто нельзя привязывать, получится МБО. Да, спасибо за доклад. Вопрос такой. Опять же, вспоминаю преснопамятное видос от Гугла, они все-таки спускают до уровня людей всю эту историю. И для них это очень важный инструмент мотивации людей к развитию. Почему вы не стали так делать? Мы пока до этого не дошли, вполне возможно, дойдем. То есть, сразу сделать на уровне прям до людей, это было бы слишком сложно. Людям нужно сначала понять, что это такое вообще, попробовать, увидеть, что это работает, поверить в это хотя бы на уровне отдела. То есть, вполне возможно, что к следующему кварталу мы созреем для того, чтобы опустить это на уровне людей. Опять же, дело добровольное, поэтому для того, чтобы люди стали это делать, нужно, чтобы они в это поверили. Заставлять это делать людей мы не собираемся. На уровне отделов мы это делаем обязательно. Людям мы будем это продавать. Здравствуйте, Дмитрий. Матвей, компания Докдок. Спасибо за доклад. Вопросов два. Первый, я правильно понял, что все планирование после годовой стратегии у вас ушло в ОКР? То есть у вас нет никаких параллельных планов отделов, параллельных задач отделов и так далее? То есть все ушло в ОКР? Да, это единственный способ заставить все это работать, иначе будет конфликт. Планы отделов у нас есть, но эти планы следуют из ОКРов и появляются после того, как появляются ОКРы. Понял. И второй вопрос. Вы пытались понять вообще, в любой этой компании у вас есть единственный ресурс, это время людей, которые работают в вашей компании, как у вас больше ничего нет. Вы пытались понять реально, какая доля этого времени задействована в реализации этих ОКРов, а какая доля уходит на так называемую текучку, рутину, тушение пожаров и так далее? Мы это делаем не в привязку к ОКРам, а в привязку к нашей проектной деятельности, потому что все вещи, которые являются текучкой, у нас считаются проектами. Проект такое понятие условно, то есть совсем не обязательно, это что-то большое, что инициируется, выбивается в камни, под подпись печать и так далее. Но это проект. И мы смотрим, сколько времени у нас уходит на проекты. У нас есть представление, соответственно, о том, сколько у нас уходит на текучку, сколько уходит на внутренние какие-то нужды подразделений и сколько уходит на проекты. Вот это мы отслеживаем. Дмитрий, спасибо за доклад. У меня вопрос тоже немножко про текучку. У нас система примерно такая же, тоже называется на три буквы, только КВЦ. Мы сейчас понимаем, что основное время невыполнения – это текучка. Текучка – плохое слово, все привыкли его не любить, но это наша основная работа. Как вы с этим справляетесь и как вы это планируете? Есть, может быть, какая-то серебряная пуля? Серебряной пули, конечно, нет. У нас есть представление, сколько у нас обычно занимает текучка. То есть мы закладываем проценты… Обычно это у вас сколько? А в разных подразделениях по-разному. Соответственно, мы закладываем какое-то время на текучку, какое-то время на внутренние задачи. Это наиболее ярко видно в разработке, например. А остальное на ОКР. Соответственно, внутренние задачи, если они не попадают в проект и не попадают в ОКР, значит, они не настолько нужны. По сути, это буфер. Поэтому, безусловно, все равно бывает и выбиваемся. Если бы мы все планы делали на 100%, было бы замечательно. Но хочется к этому стремиться. Стараемся просто учитывать текучку и делать некий буфер. И также обращу внимание на то, что прям вот планировать ОКР детально-детально по ресурсам, так же, как планируются проекты сразу, это бессмысленно, потому что у нас нет задачи попасть четко в единичку, четко в 0.7. Мы задаем направление, куда движемся. Поэтому ОКР, они в этом плане более такие приблизительные. Продолжение следует...